Песня «Жаурука» – коллекцию работы заслуженного девчонка Мастаста в Республике Беларусь, Гомельского Мастака Роберта Ландарского, представили на выставе у Палаца Румянцевых и Паскевича. На открытии экспозиции завитала Ганна Корольчук. Роберта Ландарского называют майстром пейзажу. На вернисаже представлено 80 картин, больше из каких – автобиографичные и связанные с детинством. Батька Мастака означал «Волгогаз». Летом, подчас каникулы, хлопчик с захоплением працевал в поле. К тому многие работы Мастака адлюстровывает сельское житё. Когда Роберту вспомнился пять годов, почалась война. Трагичные падеи того часу так само нашли адлюстрование на его полотнах. И ещё один тематичный блок присвечен чернобыльской трагедии. На открытии персональной выставы Роберт Ландарский взвернулся до гостей. Творчество художника – это философское пространство, в котором он поиск как своей индивидуальности. Чтобы создать что-то новое, никем ещё не написанное. Вот это перед ним стоит задача. Когда я работаю на пленере, я пишу не столько то, что вижу, сколько чувствую и какие эмоции возникают во время этого. Имя Гомельского Мастака широко вядомо в свете. Творы Роберта Ландарского находятся в Национальном мостатском музее Республики Беларусь, в фондах Беларусского союза мостаков, музеевыявленчего мостатства в Минску, в установах Германии и Чехии. На протягу многих годов он узначалил Гомельское отделение Беларусского союза мостаков. Повитать аутера в палац пришли десятки людей. В их лику были коллеги по цеху. Мастаки, для яких Ландарский стал наставником и проклав шляху жити. Усех, кто знаком из МСБ, означает, что теплые и наполненные светлом картины целиком одлюстровывают характер и особу Ландарского. Я был ведущим церемонии открытия выставки Гомельского отделения союза художников в Государственной Думе России. Каждый час подъезжали автобусы туристические с Малайзии, с Японии, с Южной Кореи. Выходили люди с видеокамерами и снимали эти прекрасные работы гомельских художников и Роберта Ефимовича. Так что в этих дальних странах находятся работы и память о этом прекрасном художнике. За плечом аутеритетного майстра творчий шлях должен ее 10 годов. Он протягивает творить и удельничать в пленерах. До того же Мастак поспел вырастить целую творчую династию. И сын, и внучка так само пошли по его следах. Он с детства таскал меня за собой, везде я с ним разочком, и этим, как говорится, живу. И только я так живу, и внучка моя. Ну и внучка сейчас тоже увлекается. Отец ваш, он до сих пор сейчас рисует, продолжает стараться? Да, до сих пор постоянно. Постоянно, будучи на даче, находясь летом, с весны до осенью рисую. В основном и тюды, а уже зимой более большие работы. Ганна Корольчук, Валера Гопанько, Тель, Радио, компания Гомель.